Я вот помню, было время, я написал одну за одной четыре статьи, в общем-то, я написал их, написал статьи о поэтах, о поэтах, поэты, кто они там, странники из далеких планет, там, забытых там, звезд, всякие там, далекие, вестники далеких миров, там, выпей, выпей, ты их рассыпался. Я тогда была моя первая попытка, наверное, нет, не первая, такая вторая, третья, собрать такой более полный образ по предмету конкретному, да, то, что моя начитка, мои мысли, опыт, переживания, и все это туда вместил. Именно, вкратце, рассказать, что это такое, то есть, изложить о чем-то, к чему, такую, то есть, дать сопроводиловку, да, в самом же рассказе, в самом же эссе. Я потом узнал, что этот стиль называется эссе, эссе, сначала я его называл, сейчас я его называю эссе, так, иногда, но про себя все равно эссе. Вот, Мопассан очень силен в этом, но, опять же, чтобы понять, насколько силен, тут перевода, я думаю, будет маловато, русского тут надо читать в оригинале. Опять же, как ты будешь учить Дела Франца. Вот, и, вот, я сделал, первую прям написал на одном дыхании, все, вот, последующие три статьи, они были, ну, это три эссе, они были в таком, ну, в тезисном виде, ну, и потом в течение, там, что-то месяца, двух, трех, не помню, я это, мне показалось достаточно быстро тогда, с таким максимализмом, я это дело завершил, это было, по-моему, до 25 лет у меня было. До 25 лет я, в общем-то, основное уже тогда написал, ну, то есть, свою поэтическую массу я написал, ну, вот, потом в дальнейшем там уже были пропуски, пробелы там в творчестве, работа, работа над словом, это такой, в общем-то, процесс достаточно откровенный и интимный, наверное, да, когда еще не до конца понимаешь, особенно, что ты хочешь такое сотворить, что это открывается перед тобой, а потом держать эту мысль, ну, для этого нужен художественный план, по-главный план, вот. Ну, я, собственно, не являюсь ни официальным, ни писателем, ни поэтом, поэтому, что я вас тут буду учить, как писать, да, и проще. Здесь несколько иное, здесь то, что, вот, написав вот эти вот четыре статьи, я потом замахивался по снам прогуляться, ну, и хорошо, что не пошел, но зато меня это натолкнуло на другие хорошие вещи, книги там, которые я прочитал в свое время. Вот, осознанное сновидение, и улыбается луна стихам, что вытащил из сна. Вот тогда вот эта фраза у меня написалась, и я понял, что сейчас понимаю, наверное, больше, полнее, что эти фразы я, в общем-то, цикл этих статей написал. Они пусть и не написаны, но они одной этой фразой написаны, они в себя все вбирают. Помните шляпу эту, Фредди Кривир, шляпу из сна вытащил, вот, а тут ты можешь вытащить отдельные мысли, отдельные стихи, они могут показаться потом днем нелепыми, строчки, если ты ее запомнил. Лучше это ее записать, но пока ищешь ручку, пока бумага, обычно уже просыпаешься, и все вылетает из головы. Поэтому тут требуется особая тренировка, да, и когда вот эта тренировка получилась, потом можно наслаждаться вот чем-то таким. И улыбается луна стихам, что вытащил из сна. Можно подглядел у сна, но смысл то, что оттуда вытащил, сюда перенес. Из сна ничего нельзя вытащить? Ну, конечно, как же нельзя. А заключение? А скажите таблицу Менделеева, да? Ну, таблица Менделеева предшествовала длительный процесс у Дмитрия Ивановича, вот, и там было, насколько нам учитель рассказывал, я не перепроверял, кстати, за ней. Он длительное время, да, работал над вот этим вот осмыслением, чтобы вот эти все элементы систематизировать. Вот, это работа, да, никому в голову-то не приходило. Он раскидал все элементы по карточкам, на каждом записал то, пятое, десятое. В дальнейшем же потом, ну, свойства стали проявляться, которые тогда нельзя было, ну, определить, да, техника стала расти, там, ну, аппараты, соответственно, вот, имеется в виду аппарат исследовательский. То есть, там, математик, ну, такой, да, как научный, скажем, математика, там, совершенство, физика, там, многие вещи мы так и не можем до сих пор, наверное, рассмотреть, да, какие-то там. Ну, здесь нам приходит на помощь учислительная практика, то, что мы себе сами там, некоторых элементов, возможно, вообще нет, мы их просто придумаем, всякие там мизоны, бензоны, частицу там какую-то, гуглеон там какой-то там придумал, тоже чувачок, математик. Ну, можешь ты, да, такой безбашенный математик, можешь только придумать всего, как Малевич, да, я такой прям художник, я такой прям весь Казимир Казимир, и вот на 1907 году его там якобы уговорили эту картину написать. Это что там за это, в память декабристам, что ли, или что? Малевича, квадрат, Казимир Малевич, ой-ой-ой-ой-ой, да, какая в нем художественная ценность? Ну, могут определить такие же, которые себя вот этой, назначили ценителями этих ценностей, дающими оценку, и говорить, где вот восхищаться, да, а где, короче, это отстой. Вот этот вот, вот можно, они могут сказать, что полотно вот этого художника, который изображает там пейзаж, там, да, с дымкой, полная фигня, а вот у Малевича это, да, это, бля, это постмодернизм такой, это прям вообще, ну, Пикассо, помните, что он делал, да? Он такой свет писал, первая картина его собирала просто толпы, люди подходили и пытались заглянуть, заглянуть за рамочку, может, там источник какой-то подсвечивает. До такой степени картина была живая на уровне света, он сумел такие вещи сделать, картина светилась изнутри. Не помню, что за картина, помню, читал вот критику там одного, критику одного, критика, критика художественного. Так вот, кто это все определяет? Это определяют те, кто сказали, вот собрались и сказали, вот мы будем художники, мы вот ассоциация художников, мы вот видим так, мы создаем свои школы, и вот по нашей школе видишь так, там другая школа, другие, а мы тоже хотим в школу, тоже, и они создают свою школу, и видят в этой школе так вот все. Третья, а мы тоже хотим, ну давай в твою школу, да? Ну, главное, чтобы у них там не было, как нам фильмы показывали, да? Мое конфу лучше, и школа на школу херачится там, дубасик друг друга. Бьют, 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 никто не умирает, ну и слава богу. Побили, побили, да, твое конфу лучше, ну все, отлично. Дальше там, твое конфу лучше, значит у тебя учеников больше, значит у тебя, соответственно, у тебя армия больше, значит у тебя влияние больше, и все. Деньги тут ровным счетом вообще ничего не играют. Деньги это придуманный уже ресурс, попытка какой-то оценки, более компактизации, да, для переноса логистики и прочее. Ну, мы сейчас не об этом говорим, а именно вот о том, что вестники с далеких планет, там, пришельцы, там, с миров, да, поэты, глаза таких божественных посланцев всегда печальны и полны и верны мечте, и в хаосе проблем их души вечно светят тем мирам, что заблудились в темноте. По-моему, гениально вообще сказано, красиво, круто, кто написал? Написал, ну, в общем-то, ренегат великой страны, Игорь Владимирович, по-моему, Тальков, Игорь Тальков, что он пел, ну вот эта вот, да, вещь, ну классная вещь, его так-так сильно торкнуло просто, вот вставило смерть Цоя Виктора, да, что он вот так, вот, отреагировал вот такими строками. Ну вот прошло, а я без бумажки помню, да, ну потому что легло, вот, что он там дальше, совки мы объявляем вам войну, ну это все уже габела полная, какая там, что, ну дальше там смотрим его вот эти вещи, а он потом признался, что эти вещи я писал еще раньше, а так получилось просто, что я с лирикой на сцену вышел, вот таким лириком меня вот пропустили, а потом стал петь вот эту вот херню. Ну получается троянский конь, ну сцена, да, сцены он хорошо спел, ну сам-то, что он сделал на сцене? Ну то, что казалось, видимо, верным ему, пел Чернуху про тех людей, которые устанавливали советскую власть, собственно, чтобы рабочим, крестьянам было хорошо жить, нормально. Вот что, собственно-то, получалось. Так, кто они, поэты? Я же о поэтах говорил. Ну вот специально я показал круг таких аналогий, очертил его, что очертило слово черта. Что поэты несут? Ну, несут все, что угодно, да. Кто-то смехом бичует раны, да. Кто-то несет агрессию, кто-то лирику, кто-то несет вперед, закладывая определенные заветы, вот, послания, как это получалось у Александра Сергеевича Пушкина. Он не зря же, ас, Пушкин, ас. Даже английское слово есть такое, ас. Есть даже такая у них, ас, 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 лучше из лучших, такой. Так, если вот маленечко от этого отойти в сторону, получается, что поэты это такие вот, да, вот такие, такие, такие. Я много там эпитетов там тоже, как бы, раскидывал вот в этих статьях. И в них, как бы, я, в общем-то, очертил тоже, да, тоже такие, такие определенные черты поставил, как это вот получается. Я сейчас вот вдаваться в это не буду, я, наверное, озвучу их просто. Озвучу и ссылку дам, когда озвучу. Ну, и сделаю перекрестные ссылки вот этого, чтобы можно было посмотреть. Ну, если интересно, ну, здесь я особо не рассыпаюсь там в этих, в разных попытках объяснить там что-то и то-то, да, со своих, вот, со своего, с позиции своего жизненного опыта. Ну, а сейчас вот последнее время, вот, допустим, работая над словом очень качественно, я вот такие вещи, я вот последние годы написал, я писал много всякой шуточной штуки интересной, там, может быть, где-то не очень интересной. Ну, то, что конкретно вот я написал, я считаю, что вот я написал две вещи, вот, утром ранним Николаевс просыпался, Николаевс, утром ранним Николаевс на Амуре просыпался, такая вещь, вот, она тоже есть, она звучит, мне помогли написать на ней, ну, не помогли, а написали фонограмму, сделали мне минус и сделали плюс с моим голосом, в общем-то, у меня все это есть. Вот, и «Город балконный», я считаю, это вот у меня писалось, каждая песня писалась по два года, «Город балконный», я еще учился потом петь два года, оно в двух тональностях идет, вот, потом еще вот в песне «Время Z», я сначала и так, и так ее называл, несколько названий было, ну, «Время Z», все, я на этом названии остановился, вот это, да, тоже такая получилась вещь, и после нее пошли, 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 пошли песни, вот, и, ну, я считаю, что я внес свой вклад, вот, 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 вот этот, эгрегор, вот этот развитие, вот того, чтобы начали петь у нас про СВО, никак там у них-то, никогда мы не будем братьями, да и не надо, блин, братьями, сестрами, свой народ останется своим, вот. Поэты, все иллюзии, у меня вот в отношении этого вообще просто ушли, вот, ушли просто, ну, да, в том плане, который нам преподносят именно, вот это хорошее, это плохое. Точно так же собралась общность определенных, там, людей, там, да, в свое время когда-то, ну, как собралась, он там жил, там жил, тут жил, там, 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 их там, вот, там он пишет, там, да, называли их поэты, нет, не знаю, могут сейчас придумать все, что угодно, пишет, да и пишет, гомеровские вот эти вещи, что это такое, гомер, жил он, не жил, тут доказывают, что жил, другие доказывают, не жил, чей это исторический памятник, кто это написал, там, куча-куча доказательств равных, плюс, там, включая, там, источники, там, рукописные, да, дошедшие, ну, можно все подвергать сомнению, но это уже, уже другое, это уже агностицизм, куда это там, по-моему, да, но, в конечном итоге, вот, все это приняло такие формы, что вот именно собрались, и вот, мы вот такие, мы вот поэты-литераторы художественного слова, мы будем, вот, вот у нас союз писателей, вот у нас еще союз писателей, в Николаевске, вот у нас даже есть тоже поэты, вот даже у нас, когда молодежь собралась, клуб поэтов, подняли у нас в Николаевске на Амуре, ну, как подняли, хотели раскачать это движение, ну, да, помогла, там, у нас женщина, сейчас уже бабушка такая, не знаю, живая, нет, почетной жительнице города ее назначили мы, вот, гражданка Кухтина, Кухтина, ну, вот она, да, помогла нам, помню, показала, что можно, как можно договариваться вообще с организациями, чтобы нам зал предоставили, показала это, ну, как показала, не учила, просто я смотрю, как люди работают, учусь у них, и, собственно, стало, получалось достаточно классно, достаточно классно получилось, и потом это все дело, вот, вот эти вот старпюры, которые там подобрались к нами, они решили, что это их находка такая, клуб поэтов, и там, вот, где надо, где вот надо чем-то заполнить, их звали, и вот они заполняли, вот, где-то, вот, какую-то недоимку, каком-нибудь там мероприятии, может быть, ну, чтобы сказать про них, ну, что-то там такое достойное, я у них не видел, чтобы что-то, чего-то родилось, потому что я говорю, вот, опять же, собралась определенная общность, да, людей, они собрались, и вот мы такие, будем мы клуб поэтов, мы решаем, кто тут у нас поэт, кто у нас тут не поэт, я бы им все в двойки поставил, если честно, но это, как бы, книжки там вот эти, эти тоже понаиздавали, кто их читает, ну, бред, я полистал, ну, я не вижу, меня не цепляет, вот это все, как там провинциалка сборник, как там женщина там, которая полкинник, да, в любви там к мальчику, там, на протяжении там всего сборника плачется, но это просто, извините, антабус полный, я бы покрепче словца взял, но не буду уже использовать, решил вообще ненормированно исключить из своей жизни, как и в любом ремесле, как и в любом ремесле, абсолютно, если есть такой склад, ты, да, складываешь строчки, смотришь по смыслу, а по смыслу сложить, зарифмовать, это получается уже мыслеформа, мыслеобраз, я об этом писал, да, что ты уже готовое заклинание пишешь, очень хорошо, вот, Олди, Олди такие, ребята, не, Олди с Хаксли, который этот, этот замечательный мир, да, Олди, это Олег Дима собрано, два там из Харькова ребят, там какие-то каратисты, там про них легенда была, а может на самом деле каратисты, каратисты, ну не знаю, каратистов у нас мало, что ли, и вот у них там витражи патриархов, понравилась мне вот эта вещь у них прям, и он начал читать какие-то строки, раз пошел дождь, там то-то-то, там солнце, показал, как погодой управляется все, как там тоже там всякие по лабиринтам они ходили, одну забрелку повторяешь какой-то раз, тебя правильно ведет, другую забрелку повторяешь, в другое место выходишь, такая классная вещь, вот эти вещи еще у Крапивина, они пересекаются, это все вот оно на уровне такого восприятия, мировосприятия, если это есть такое мировосприятие, то будешь так чувствовать, да, ну обычно таких, таких людей, собственно, наверное, не очень много, вот, и тех, кого мы знаем, их вообще мало, ну очень мало таких вот, кто вот может вот так вот, как он, если они там в фильме про себя говорили, а я, говорит, пишу как дышу, я, говорит, дудка божья, вот, а ему троцкий-то типа вот этот, бронштейн, да, говорит, барабанит-то у нас каждый может, только барабан, говорит, не ваш инструмент, да, да, я ж, говорит, я ж божья дудка, это как, а, говорит, пишу как дышу, вот так. Назначая какие-то приоритеты, какие-то свои, вот, собираются, мое вот мнение, собираются вот эти вот бездарники, и говорят, вот, мы будем такими, 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 ну и все равно потом талант пробивает свое русло, если он в нужном, так сказать, в нужном, в нужном грунте это русло пробивает, если в скале, то, конечно, не пробьет, нет такой физики, головой не пробиваешь скалу, ну, кирпич сломаешь там рукой, ну, там больше энергии и тактика удара идет, все равно слабые места ищутся, там, в микрофорах и прочее, плюс там иное состояние психики, физики, там, совершенно все другое, практики, практики достигаются, ну, опять же, там, слова у них, там, да, ха, ха, вот эти все дыхательные, это все собирается в один мощный удар, в коммунитив, бах, и в строках то же самое, и в любом случае, даже если вот эти тети, дяди вот сговорились, назначили свои каноны, вот это стихи, это не стихи, это поэзия, это не поэзия, да, ну, это литература, это литература, и все, все равно, все равно пробивается талант Искры Божьей, и пробивает свое русло, поэтому, чтобы там не придумывали, я просто хотел бы на этом, вот, закончить, да, вот, еще раз о поэтах, уже резюмируя такой, более такой, ну, опыт, и приняв решение, да, все-таки, вот, озвучить то, что вот написал, посмотреть, как это выглядит сейчас сознательно, не буду редактировать, потому что прошло уже, ну, более 20 лет, и посмотреть, как оно было тогда, и как оно сейчас, в связи вот с этим, это, наверное, будет, ну, вот, слово о поэтах, наверное, это будет так и не написанное тогда, сейчас, в общем-то, вот уже вполне написанное, обретенное слово о поэтах, часть пятая, поэты, кто они?